И снова здравствуйте! Сегодня вторая закупка. Закупила в пятерочке продуктов на 1187 рублей 84 копейки. Начну сейчас с овощей. Купила огурцы краткоплодные за 84,99. На самом деле все цены почти с 99 копейками, поэтому буду округлять в большую сторону, ну естественно. Так, еще томаты розовые купила 700 грамм 160 рублей. Сразу скажу, вообще невкусные оказались. Также салат листовой в горшочке за 60 рублей. Ну в принципе на самом деле салат как салат ничего особенного. Так, дальше еще расскажу, что купила кетчуп хайнс острый за 65 рублей. Также купила картофель ранний 1 килограмм за 99 рублей. Честно говоря, даже я не посмотрела, что столько он стоит. Так, купила еще 2 булочки, они мне обошлись, 83 рубля. Я еще купила молоко, домик деревни за 78 рублей. И сыр гауда 165 рублей. Кстати, сыр мне очень понравился. Такой, ну нормальный обычный сыр в принципе. Так, дальше милка за 79 рублей, почти 80 рублей. И так, ну на этом, наверное, все. Вот, больше ничего не купила. А, точно. Бандюэль без косточки маслины купила за 95 рублей. К сожалению, уже не выложила их на стол. Поставила сразу в холодильник. Но в общем они в принципе там тоже есть. Так, все-таки еще решила доснять. Купила 4 сезона шампиньон де пари, 600 грамм. Вроде бы из кусочки курицы. На самом деле, посмотрела, вроде бы такой хороший состав. Картофель, шампиньоны, курица, вода, фасоль, лук репчатый, растительное масло. Ну, вроде бы все нормально и быстро можно приготовить за 10-15 минут. На самом деле, вроде бы выглядит очень неплохо. Ну, по крайней мере на картинке. Так, ну и на этом все. Заканчиваю свой влог. Всем спасибо, всем пока-пока. Всем привет. Ну что, 1 июня. У меня на завтрак булочка, которую я покупала в пятерочке и чай. На самом деле, времени делать завтрак особо не было. Поэтому обошлась, в общем, тем, что уже было готовое. Мой муж, он завтракает на работе. Поэтому завтракаю я одна. Так, ну на этом все. Перейдем, наверное, сейчас к обеду. На обед и ужин у нас печень. Вернее, как и у меня на обед. Обедает муж на работе. В общем, обедает, ходит в кафе. А у меня и получается и обед, и ужин. Печень жареная. Вот так получилось. С овощами и гречки я немного отварила. Выглядит... Ну, я не сказала бы, что печень получилась супер аппетитная. Ну, в общем, на самом деле, получилось нормально. Ну что, пошел второй день. Такой у меня завтрак получился. Сыр, масло, сливочное президент и хлебцы. Вот хотела сказать отдельно про сыр и масло. Вот сыр... Масло президент. На самом деле, я не знаю, наверное, одно из самых вкусных масел сливочных, которых я пробовала. Буду теперь брать, но только его. Действительно, очень хорошее, качественное масло. И, слушайте, сыр в пятерочке, который я купила, ну, в принципе, на самом деле, нормальный. То есть, конечно, это не супер какой-то качественный сыр, но за ту цену, которую я купила, я считаю, что, в принципе, вполне достойный. Так, ну и чай Greenfield. В общем, опять же, вот такой мой завтрак на второй день получился. Так, на ужин купила сосисок во вкусвилле. Вернее, не сосиски, а сардельки. Запишу их также в расходы. Уже не стала снимать отдельную закупку во вкусвилле, потому что там были буквально там одни сосиски и пирожное. К сосискам и пюре я сделала такой салат с сыром, в общем, где-то он там на дне был. Огурцы, помидоры, оливки. В общем, такой, в принципе, достаточно классический греческий салат, но без лука. Так, ну это вот наш, в принципе, ужин. Ну всё, всем спасибо. Всем пока-пока.